доброго времени суток в данном видео рассмотрим конструктор тарифных планов от оператора йота на примере москвы и области а также взвесим все достоинства и недостатки полученных тарифов если вы являетесь жителем другого региона то я все равно настоятельно рекомендую ознакомиться с материалами так как вы можете узнать то на что можете не обратить внимание на официальном сайте в первом комментарии к данному ролику имеется ссылка на конструктор тарифов йота для вашего региона на всякий случай напомню что йота это виртуальный мобильный оператор full мвн о который работает на инфраструктуре о с картел и пау мегафон материнская компания пау мегафон перед тем как перейти к самому конструктору тарифов разберемся в важных особенностях единая цена дома и в поездках по россии и это действительно важно так как большая четверка внутри сетевой роуминг отменила но у них все-таки проскакивают тарифы с другими условиями для поездок по россии звонки на все номера россии без доплат то есть вы можете звонить на любые номера любых регионов россии по единой цене вам не нужно разбираться на каком тарифе можно звонить только на местные номера а на каком тарифе за звонки на городские нужно платить отдельно вы точно знаете что можете позвонить на любой номер любого региона россии и на это будет расходоваться пакет минут бесплатные звонки йота иета еще одна важная особенность йота у оператора все звонки внутрь сети бесплатные и не расходуют пакет минут большинство тарифов от других операторов также есть бесплатные звонки внутри сети но они расходуют пакет минут. Исключение – часть тарифов от теле-2. На самом деле это крайне выгодные условия. У вас йота? У друзей и знакомых йота? Звоните, не расходуя пакет минут. Вы можете выговорить 600 минут в месяц, но по факту израсходовать лишь 100 минут из пакета или даже меньше. Лично мне все эти особенности очень нравятся. Жаль, что у операторов большой четверки можно встретить такие условия только на дорогих тарифах. Или же не встретить их вообще. Конструктор тарифов от йота включает в себя три блока настроек. Минуты, интернет, безлимитные сервисы. Первым делом стоит обратить внимание на абонентский период. Он составляет 30 дней. То есть пакеты обновляются каждые 30 дней. И абонентская плата списывается каждые 30 дней. Мне кажется, что это не слишком удобно. В разных месяцах деньги будут списываться в разные числа. Но это не критично. Плюс к этому в среднем в месяце 30,4 375 дня, что чуть больше чем 30. Но и это также не критично. При подборе тарифа я бы рекомендовал начать с минут. Оцените примерное количество минут, которое вам необходимо на 30 дней. Если считаете, что вам и 100 минут не нужно, то учтите тот факт, что правило йота, звонки на все номера России без доплат, при отсутствии пакета минут не работает. Это означает, что если вы выбрали пакет 0 минут, то звонки на все номера будут дороже, а в поездках по России появятся платные входящие. Так что я бы рекомендовал все-таки подумать, прежде чем отказываться от пакета минут вообще. Йота предлагает на выбор пакеты 0, 100, 300, 400, 500, 700, 1000 или 2000 минут. В других регионах сами пакеты и их цены могут отличаться. Далее я бы посоветовал выбрать безлимитные сервисы, если они вам нужны. Дело в том, что некоторые из интернет-сервисов съедают солидное количество трафика. Скажем, если вы со своего смартфона часто смотрите ютуб и общаетесь в ватсап, то вы можете взять 30 или 50 гигабайт мобильного интернета. А можете взять безлимитный ютуб и 2 или 6 гигабайт мобильного интернета. И это выйдет дешевле. Не все сервисы расходуют очень много трафика, поэтому я бы рекомендовал обратить внимание лишь на часть безлимитов. Инстаграм, ютуб, музыка. В музыку входят Яндекс.Музыка, Google Play.Музыка, Apple Music, SoundCloud и Звук. Если вы являетесь крайне активным пользователем одной из социальных сетей, то вас может заинтересовать безлимитные Одноклассники, Facebook или ВКонтакте. Стоит отметить также наличие безлимитных смс и ммс на все номера России за 50 рублей за 30 дней. После выбора безлимитных сервисов вы можете выбрать пакет мобильного интернета. Сколько вам еще нужно? Предлагаются варианты 0, 2, 6, 12, 30 или 50 гигабайт. Это объемы трафика для Москвы и области. Если вы планируете пользоваться интернетом, то я бы не рекомендовал рассчитывать только на безлимитные сервисы, пуш-уведомления, обновления приложений и тому подобное. Так что я бы рассматривал минимум в 2 гигабайта, а не в 0. Для себя я бы подобрал следующий тариф. 300 минут, 12 гигабайт мобильного интернета и безлимитный YouTube. Абонентская плата вышла 510 рублей за 30 дней. Увы, но это не идеальные для меня условия. Например, у Теле2 на тарифе мой безлимит. Имеется безлимит внутри сети. 500 минут для звонков на другие номера любых регионов России. 50 смс на любые номера России. И безлимитный мобильный интернет. Так что, подобрав нужные вам параметры в конструкторе, не забудьте сравнить их с условиями у других операторов. Рассмотрим дополнительные условия на примере выбранного мной тарифного плана. Если в конце абонентского периода на вашем балансе недостаточно средств на оплату нового, то у вас начнут действовать особые условия. Отключится мобильный интернет, включая и безлимитные приложения. А вызовы будут по повышенной стоимости, как при отсутствии пакета минут. Мобильный интернет расходуется на все интернет-ресурсы, кроме безлимитных приложений, сайта Yota и официального приложения Yota. После окончания пакета мобильного интернета происходит ограничение скорости до 64 кбит в секунду, а у абонента появляется возможность заказать дополнительные 5 гигабайт мобильного интернета за 100 рублей, которые будут действовать до своего исчерпания или до конца абонентского периода. В тарифе для смартфонов мобильный интернет предназначен только для смартфонов. В планшете, роутере или модеме скорость ограничивается до 64 кбит в секунду, а при использовании файлообменных сетей, например торрентов, скорость ограничивается до 32 кбит в секунду. Мобильный интернет раздавать можно, при этом при использовании на принимающем устройстве приложений, которые у вас безлимитны, трафик расходоваться не будет. Безлимитные приложения не расходуют пакет мобильного интернета в браузерах. Исключение Яндекс Турбо, Опера Турбо и другие приложения, использующие проксирование, анонимайзер, VPN и другие подобные технологии. Если вы сейчас не поняли о чем речь, то лучше используйте официальное приложение от греха подальше. При нахождении в другом регионе более 30 дней вам предложат специальные условия. Это своеобразная защита от любителей сэкономить, которые покупают сим-карты в одном регионе и, пользуясь отменой внутрисетевого роуминга, используют их в другом и платят меньше. Вполне вероятно, что в 2019 году и другие операторы возьмут данные условия на вооружение. В Крыму и Севастополе действуют специальные условия, то есть условия национального роуминга от Yota. В середине 2019 года это должно быть отменено. Ну что ж, время выводов. Yota однозначно интересный оператор. Очень гибкий конструктор тарифных планов и интересные особенности, вроде бесплатных звонков внутри сети, не расходующих пакет минут. Но сконструированный тариф, как показала практика, не всегда будет выгоднее, чем готовые тарифы у других мобильных операторов. Основная причина – отсутствие безлимитного мобильного интернета и не такое большое количество абонентов для использования бесплатных звонков внутри сети. Напомню, что ссылка на конструктор тарифов Yota для смартфона для вашего региона находится в первом комментарии к данному ролику. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.